Привет, ребята! Это Элен Торнадо, основатель виртуальной школы English Wave и ваш проводник, великолепный английский. Сейчас мы разберем простой грамотчант, в котором есть очень ценный куплет. Почему ценный, сейчас узнаете. А если вы впервые на моем канале, то в конце видео вас ждут мега полезные подарки. Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите, сколько полезного в этом простом грамотчанте. Он поможет вам избежать типичные ошибки. Давайте разберем! He speaks English. He speaks English. She speaks English. They speak English. They speak it very well. Первый куплет легкий. Он говорит по-английски, она говорит по-английски. Здесь глагол speak в третьем лице единственного числа во времени present simple. Поэтому у глагола появляется окончание s. Это самая частая ошибка изучающих английский – забывать про окончание s. He speaks. She speaks. В английском языке несколько глаголов, которые имеют значение говорить. Говорить на каком-либо языке – это глагол speak. И обратите внимание, без предлога. В русском языке в аналогичной фразе есть предлог. Говорить по-английски или говорить на английском. В английском языке – без предлога. И названия языков пишутся за главной буквы. They speak. Они говорят по-английски. Здесь тоже третье лицо. Но множественное число. Поэтому окончания s нет. Они говорят на нем очень хорошо. Здесь местоимение it заменяет название языка. И также употребляется без предлога. Плюс здесь очень хорошее словосочетание для тренировки произношения. Very well. В первом слове звук в. В. Губнозубной. Звонкий. Похож на русский, но более энергичный. Верхними зубами прикусываем нижнюю губу. Нижняя губа напряжена, особенно в уголках рта. Произносим энергично. В. В. А во втором – губы трубочкой. Very well. В. Звонкий. Не имеет аналогов в русском языке. Губы вытягиваем трубочкой. В. Произносим без особого напряжения, но энергично. В. 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 Он говорит по-английски бегло, бегло, бегло. Он говорит по-английски бегло. Он говорит на нём очень хорошо. Обратите внимание на слово «флюентли». Это наречие, которое образовалось от прилагательного «флюент» с помощью суффикса «ли». «флюент» значит «беглый, плавный, текучий, владеющий речью». «To speak English fluently» значит «свободно говорить по-английски». Очень часто изучающие английский допускают ошибку, употребляя другое слово в значении «говорить свободно». Правильно говорить «флюентли». То есть этот куплет можно перевести так. Он говорит по-английски «свободно», «свободно», «свободно». Он говорит по-английски «свободно». Он говорит на нём очень хорошо. И третий куплет повторяет первый. Он говорит по-английски, она говорит по-английски. Они говорят по-английски. Они говорят на нём очень хорошо. А теперь давайте споём весь этот замечательный громочант. Он говорит по-английски «свободно», 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 «свободно». Друзья, полезный громочант. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и переходите по ссылке на сайт виртуальной школы English Wave. Вас ждут ценные и полезные подарки. Это громочанты с речевыми тренажёрами, английский по фильмам с разборами эпизодов и аудиотренажёрами, а ещё мегаэффективная практика устной речи и аудирования в уникальном курсе для общения Great English – великолепный английский. С вами была Alien Tornado, ваш проводник – великолепный английский.